Всем привет! Сегодня мы вам расскажем последние новости из жизни блогеров. Алишер и Лиза Василенко расстались. Они отписались друг от друга в Нильзанграме и удалили совместные фотографии. Ранее также в сети появилась информация, что Лиза уехала от Алишера и теперь живет одна. Квандроберша плюнула в лицо Мии Бойки на шоу 50 хейтеров. Позже выяснилось, что это была трэш-блогерша Фрося. Я смачно плюнула в лицо Мии Бойки на шоу у Егорика. Моментальная карма за унижение детей. Завтра встречусь еще раз с девочкой Квандробершей. Будем праздновать, написала Фрося. Спасибо. Очень красивая. Она сама... Я не паду, тварь! Фрося прокомментировала свой поступок и заявила, что Мии Бойки просто прилетела карма. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Вы все переобулись вот так в один момент. Сначала эта ситуация вся начинается. Вы говорите, ой, бедная Марьяша там, как с ней поступили, да это вообще плохо. Мии Бойки прилетает карма. Вы сразу такие, да как так можно было вообще с артистом поступить, да это вообще... Ребят, во-первых, шоу было хейтеры. Это было сделать уместно. Я ее хейтер, я пришла. Если вы против моей позиции, что я поступила как-то неправильно, потому что она получила ответку, а не просто так ей плюнуло, блядь, то вы автоматически поддерживаете физическое и моральное насилие давления над ребенком. Егорик осудил действия Фрося и извинился перед Мией. По его словам, такого он не предвидел. Важный момент, что я заблюрил ей лицо, чтобы она не получила фейма и лавр с ролика, потому что она не заслуживает этого. Но она решила нарушить наш договор о неразглашении. Я опубликовала в своем тиктоке, что это сделала именно она. Это моя вина. Я прошу извинения перед Мия Бойкой. Прошу прощения. И перед зрителями, кому показалось, что это шок-контент. Анну Пересильд опять захейтили в соцсетях. Аня запостила новое видео в облегающем комбинезоне. И подписчики тут же накинулись на нее. Люди начали писать, что Аня намерена выставлять некоторые свои части тела ради хайпа. Подписчики Инстасамки считают, что ее совместная песня с Ленинградом украдена у другой исполнительницы. Многие узнали в мотиве трека Даши хит из 2000-х кислотный диджей, певицы-акулы Оксаны Пачепа. Также подписчики пишут, что идея сниппета с Лизана убили Алиш из ее муд-видео на песню «Ланч». Очень страшное кино возвращается. Перезапуск снимут спустя 18 лет. Сценарий пишут авторы сценария оригинальных фильмов. «Братья Марла» и «Шоу Вуэнс». Они также играли главных героев в первых двух фильмах. Релиз запланированный 2025 год. Светлана Лобода прогнала со сцены в Ереване зрительницу, которая отказалась осудить Россию. Певица позвала слушательницу на сцену и попросила девушку при всех осудить действия российских властей. Когда-то ответила отказом, Лобода попросила ее подкинуть концерты. Прекратила эту ужасную, беспощадную войну по отношению к Украине. Без политики. Когда я вас отпускаю и больше с вами говорить не хочу, не могу. Вы приехали ко мне на концерт, значит вы должны поддерживать мою позицию. Потому что люди, которые приезжают ко мне на концерт, люди, которые слушают мою музыку, они за мир. Оксана Самойлова, похоже, решила не мутить Джигана на этот Хэллоуин. Оксана и дети для нового ролика надели на себя костюмы, а Джиган остался с собой. Также Оксана не стала заставлять участвовать в съемке старшую дочь, которая ранее попросила больше не снимать ее для соцсетей. Валя Карнавал показала, что стало с ее телом из-за катания на льду. Валя регулярно тренируется для шоу, и падение на льду дается ей нелегко. Партнером Вали в ледниковом периоде стал олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Шиперить Валю с Никитой не имеет смысла. Он с 2022 года женат на своей коллеге по льду Виктории Синицыной. Оксана Самойлова и Джиган построят загон для коз для 76-летнего дедушки из Бутова. Суд запретил ему держать коз без специального загона, так как на них жаловались жители соседнего ЖК. Мужчина не смог позволить себе эту постройку, и ему пришла на помощь звездная парочка. Оксану и Дениса очень тронула история пенсионера, а он, в свою очередь, пригласил их в гости и пообещал подарить нового питомца. Мы очень тронуты были историей дедушки Валеры. И, конечно же, мы с Денисом, к сожалению, не сейчас рядом, но он тоже абсолютно согласен, с удовольствием поможем дедушке обустроить новое место жительства для его питомцев, потому что у нас тоже есть такой же питомец, козы восхитительны. Поэтому с удовольствием, во-первых, приедем в гости, во-вторых, поможем. До встречи!